Привет! Хотел я значит купить себе солнечные очки от GoPro, увидел что они появились. Подумал, надо посмотреть на ютубе, что вообще про них говорят и что там как бы интересного есть. Не нашел ничего, поэтому купил как бы потому что хотел и теперь решил снять для тех, кто может быть когда-то захочет посмотреть, что это такое. Вот такая коробочка, прикольная коробочка, все как обычно у GoPro, у них коробочки прикольные. Не знаю, распаковка это все не мое, я не блогер, я просто купил для себя. Это какая-то бумажка, не знаю, важный это или нет, все там любят это все трогать, нюхать, все пахнет, все отлично, все бумагой пахнет. Ладно, на этой бумаге написано о том, что у очков есть три вида стекол, желтые, синие и черные. Здесь инструкция, как эти стекла менять, здесь написано, как эти стекла, для чего в общем-то они нужны, там желтые, ну бронзовые тут написано. Через воду, там через заблока, там короче для зимней, там разберетесь сами. Вот такой пудля в комплекте, с логотипом, видно логотип. Прикольненький, липучка крепкая. И вот такие очки с тряпочкой в комплекте. Тряпочка даже тоже с логотипом, смотри. Все по красоте. Вот, очки сразу чувствуются очень легкие. Здесь видно, сделано в Китае, ну как, где же еще, конечно, в Китае. Американские GoPro сделаны в Китае, да. Вот, а, логотип сбоку на очках есть тоже. Хорошо, что он не сильно выражен, не такой яркий, как бы, как могли бы сделать там, в Афу, там, на Тиван, GoPro. Ну, не белым цветом. Вот, это, мне такое нравится, я не люблю, когда там, вот так, когда вот так, что, все, нате, смотрите, вот, фирма. Надеваю. Выглядят они, не знаю как, я себя не вижу. Но сидят, удобно. Мне кажется, высоковато они сидят, как будто, но, может быть, можно там, зависит от носа, наверное, от башки. У кого как. У меня не круглая голова такая. Поэтому, очень легкие, вообще, я их не чувствую. Головой можно болтать. Кайф. Да, если будешь ехать на велике, там, или на сноуборде, там, или на коне, не знаю, не потеряешь точно, 100%. Отлично вообще. Да, очень легкие, вообще чувствуется, что легкие. Пластик такой, конечно, как в Турции эти райбаны дешманские по 5 баксов. Эти очки стоят, по-моему, 80, не помню, там, где-то так. Ну, для того, чтобы там побаловаться, в принципе, 80, это я про евро. Побаловаться, поносить, мне кажется, неплохо. Потому что всякие там другие бренды, например, с такой же формой будут стоить, как бы, намного дороже. Вот. Вот так они выглядят. Не знаю, кто хотел узнать что-то про них. Помог я вам или нет, не знаю, но... А, попробуем, наверное, поменять стекло. Значит, в инструкции написано, что выдавливаем середину, потом вытаскиваем край. Делаем так это. Выдавливаем середину. Сыкотно, конечно, немножко, но... Вроде не сломал. Многие могут так ходить. Сейчас так модно тоже. Типа ты очкарик модный. А, в чехольчике здесь сразу же стекла есть. Нигде их там отдельно не надо хранить. Сразу в футляре в самом стекла уже внутри. Вот так они здесь достаются. Это тоже удобно, что у тебя всегда с собой стекла. Единственное, что ты, конечно, их пока поменяешь, ты заляпаешь все напрочь. Дальше тут надо, наверное, посмотреть по форме, какое стекло куда. Вот тут, не знаю, вот так вот кажется, что оно сюда подходит, но нет. Оно отсюда. Потому что форма такая, да, очень, можно сказать, похожая. Попробую вставить, ничего не сломав. Наверное, сначала серединку надо вставить. Как было при разборе. Или наоборот, край. Да. Удобно сначала вставлять в сторону дужки. Потом эту щелк-щелк. И вторую тоже. Сначала дальнюю сторону. Дальнюю от носа. Вот так. Вставил этот край. Потом раз. Готово. Потом тряпочки, которые в комплекте. Все это протер. Следы от своих жирных, толстых пальцев. Может быть, они не у всех, конечно. Но толстые. Желтый цвет. Надел. Посмотрел. Смотрю за окном. Красиво, как будто солнце. Солнца нет. Пожалуйста, желтый цвет. Могу черный нацепить. Если кто-то вдруг смотрит еще до этого момента, пожалуйста. Сейчас давай черный поставим. Я уже как специалист. Напаскинцы. Черный. Заряжаем. Смотрим, какая сторона куда. Сюда это больше подходит. Да. Защелкнул. Не знаю, на сколько раз хватит этих щелчков. Но каждый день ты не будешь три раза менять стекла. Поэтому надел черные. Походил. Поездил там. Я не знаю. Надо почитать в инструкции, какие для чего. Кстати, все стекла. Все стекла поляризационные. Попробуй выговорить. Поляризационные. 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 Так, все. Поставил черные обычные стекла. Классические. Просто почти райбаны. Может быть форма чуть тут покрупнее, конечно. Не знаю. Вот так выглядят черные стекла. Так что очки прикольные. За эти деньги, я думаю, можно брать. Ну, спасибо за внимание, кто досмотрел до конца. Всем пока. Всем молодцы.